Вполне заслуженные аплодисменты региональному департаменту строительства. Получена благодарность от Минстроя за реализацию жилищных программ. Этот вопрос один из главных на повестке дня заседания областного правительства, а именно расселение граждан из аварийного и ветхого жилфонда. Несмотря на то, что в целом показатели по программе хорошие, есть ряд проблемных пунктов, например, поселок Песочное. Руководство области говорит о бездействии местных властей. Переселено только четверть жильцов деревянного дома, сгоревшего в начале года. Не выполняется и сама программа. С главой мы не можем пока найти никакого общего языка. Очень проблемный товарищ. Сколько не встречались, пока строительство на его территории не началось. Мы ему предлагали разные варианты. Но он не принимает и не хочет ни переселять в другой район, никуда вообще. Просто стоит на спорте, но и ничего не делает. Много претензий по реализации плана расселения и к областному центру. Последние этапы программы в Ярославле под угрозой срыва, говорят власти. Не заключены еще по третьему этапу 9800. И четвертый этап, это в основном город Ярославль, 11 тысяч вообще не приступали. То есть 20 тысяч квадратов, это город Ярославль, это как раз окончание нашей программы. За это снимают и у мэра, и сити-менеджера, и кого хотите. За невыполнение указа президента Российской Федерации. Напомним, программа должна быть завершена в 2017 году и реализуется в 4 этапа. К последнему из них планируют приступить уже в этом году. Расселить в 2016 рассчитывают около тысячи семей. Еще один актуальный вопрос повестки дня – подготовка к отопительному сезону. На эти цели из разных источников потратят около миллиарда рублей. Власти вспомнили ЧП в январе, когда без отопления осталась половина жителей Брейтова. Глав призвали к ответственности при подготовке к зиме. Давайте совместно эту работу проводить, реагировать. Все мы понимаем, что лучше максимально подготовиться летом, чем прыгать в минус 35 около котлованов зимой. И тратить колоссальные средства, которые в 5-10 раз выше, чем сейчас затрачены будут летом. Глава региона также напомнил – все мероприятия по подготовке к 80-летнему юбилею области должны быть завершены к сентябрю. Мы будем с вами, персонально, разговаривать о том, как вы выполняете взятые на себя обязательства. Поэтому я просил бы это дело иметь в виду и быть готовыми к ответу, публичному ответу на те обязательства, которые на сегодняшний день у вас есть. Также Сергей Ястребов рассказал, что утром подписал указ о назначении нового директора областного департамента транспорта. Им стал Владимир Соловьев. Ранее он возглавлял государственное казенное учреждение «Ярдорслужба». Нина Колтина, Сергей Мазилов. День в событиях.